Привет! В сегодняшнем ролике я собрал 800 игроков в 1991 году и решил посмотреть, смогут ли они сохранить СССР. И эта задача довольно трудная. Из стран союзников остались только Куба и Эфиопия, внутри страны пустые полки магазинов, республики начали процесс отделения, а руководство не понимает, чего хочет. Ну а пока игроки еще собираются, вы можете поддержать ролик лайком. Ангаритмы ютуба очень любят вашу активность и ролик так попадает в рекомендации. Заранее спасибо. И первым делом я решил отправиться в Москву, где сейчас проходит съезд народных депутатов и решается судьба страны. Как вы могли уже, наверное, понять, все это сборище и ничего не может решить, и в это же время во многих республиках начинает расти национализм. Также начинаются военные конфликты на Кавказе, Азербайджан и Армения готовятся воевать из-за спорных территорий. И руководство Латвии понимает, что пора уже валить. Ронан Дрэгон, разрешите обратиться? Разрешаю. Говорит Латвийская Советская Социалистическая Республика, мы желаем провести свободный выбор и отделиться от Советского Союза. Вы нам поможете? Мы поощряем право народов на самоопределение. Кстати, а у вас есть озерное оружие? Обижаешь. Я отделяюсь от Советского Союза, если это возможно. Но армия против независимости Латвии, генералы готовятся удержать ее. Война неизмертно, вводим в ракетами ее. Мы должны этих латвийцев забить ихими шпротами по самому горлу. И тут Горбачев решил выступить перед республиками. Товарищи бывшей республики Советского Союза, я прошу вас проявить благоразумие и воздержаться от полного распада настоявшейся системы. Годами и столетиями не особо дальновидные правители Российской империи и впоследствии Советского Союза выстраивали экономику на территории нашего великого государства таким образом, чтобы каждая часть была зависима друг от друга. И поэтому в случае распада полнейшего все страны, бывшие участники Советского Союза, окажутся в полной жопе, кризисе и голоде. И поэтому, дабы это предотвратить, я вам предлагаю в качестве компромисса создать альянт независимых государств. Подписание нового союзного договора как бы перечеркивает Единый Советский Союз. Но это единственная возможность сохранить его в каком-то виде, и все республики, кроме Латвии и Молдавии, согласны. Подождите. Больше согласны. Но на следующий день происходит что-то непонятное. Армия вводится в Москву, Киев, Минск и другие столицы республики. Также задерживается вывод войск из бывших стран Варшавского договора, и внезапно приходят новости. ГКЧП не стопает, дабачо! Советский Союз будет сохранен принудительно. Маршал Язов сразу начинает бороться с главным противником советской власти, американским Макдональдсом. Ни херку! Никаких Макдональдсов! Убирайтесь в воду! Вы греете в воду своими Макдаками! Сосиска с гречкой самая лучшая! Без платной с квартирой в доме профсоюза! Но не все были согласны. Можешь для меня Макдональдс? Можешь для меня Макдональдс? 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 Это прекрасно, я их поддерживаю. Готов с пехтестю. Никакого обиктестя! Также были приняты меры против распространения западных товаров в виде джинс-урок-пластинок в странах Восточной Европы. Внимание! Чрезвычайная новость! Советский Союз в целях сохранения своей сферы влияния. 5 сентября будет военное положение по всем странам Варшавского договора. Так маршал Язов поставил цель восстановить советское влияние в мире. И первой целью было укрепление отношений с Кубой. Вот Фидель Кастро вышел на переговоры. Мне надо Бентли купить срочно. Министр финансов СССР в виде экономического положения своей страны ответил кубинцу следующее. Нет, ну ты обманулся! Но маршал Язов не мог отпустить Кубу и пошел на решительные меры. Глава Советского Союза маршал Язов уже реквизировал свою новую Бентли из коллекции Брежнева. Также для усиления советского влияния в Карибском заливе и расширения советских курортов Доминикану присоединили к советам. Среднего вхождения Доминиканы в состав Советского Союза. Что, блядь? 100% явка за! Я даже голосовать не успел. А еще к Советскому Союзу снова обратился Афганистан. Империалисты вновь заводят эти оккупации нашей страны. Наш народ горит желанием сопротивляться. Я поддерживаю власть Дудки в Афганистане. Отправим военную помощь. И с каждой минуты Советский Союз становился все опаснее. В один момент он получает контроль над Суэцким каналом после подписания договора о союзе с Египтом. Какие ваши требования? Наши требования? Примите нас в ОВД и разместите на нашей территории ядерные ракеты. И американский президент Рейган попытался переговорить с маршалом. И на фоне укрепления Советского Союза все равно некоторые республики не собираются в нем оставаться. Азербайджан хочет выйти из состава и его готова поддержать Турция. Турция будет готова освобождать мусульманские народы, которые проживают на территории Советского Союза. В которых угнетали и депортировали. Советский Союз освободил. Эстония готова захватить Турцию. И после заявлений Турции маршал совсем поехал крышей. Внимание! Всем странам предвоенная готовность. Девкон-2 готовится к проведению операции 7 дней до Рейна. Горбачев пытается убедить страны НАТО вмешаться. Ребята, нам нужно объединиться против Советского Союза. И чехословацкий премьер-министр произносит важнейшую речь. Чехословакия тоже не поддерживает агрессию, потому что мир слишком долго был в разрушительной войне. И всему миру нужно угомониться. Нужно дружно сесть, поговорить. Пусть политики ходят, воюют. Че народ простой воюет? После этого выступления в Советском Союзе началась волна антивоенных настроений. Маршал решил уйти на пенсию. Горбачев снова вернулся на пост президента. Но мир уже на пороге большой войны. Чили нападает на Боливию. Страны НАТО пытаются договориться с чилийским диктатором Пиночетом. Кто меня звал? Чего? Я не слышу. Кто меня выживает? Также испанцы пытаются остановить марокканскую агрессию. Но социалистические страны осуждают. Мрази испансов. И Саддам Хусейн наносит удар по кувейту и возмущает этим страны НАТО. Уничтожить ядерными бомбами. Ну а Советские Республики в это же время пытаются построить рыночную экономику. В Эстонии великий путинч на производство автомобилей, которые едут на дедовом самогоне и на водке. Польша будет производить кучу ракет. Литва продает вкусные сосиски. Литва продает вкусные сосиски. Литва продает новый запороз. Также Горбачев проводит переговоры с американцами. Я предлагаю дать независимость Латвийской Республики. Я согласен. И вот только литовские сосиски хотят выйти на немецкий рынок, как тут же появились американцы. Да, я заинтересован. Подождите, пожалуйста, господа. Нет, конечно же, потому что мы желаем поддержать наши монополии в виде Макдональдс и Киевсе. И внутри Евросоюза тоже экономические проблемы. Президент Грейган не отвечает Греции уже 10 лет. Мы 10 лет пытаемся продать вам песок. Греция заявляет, что если вы не будете покупать наш греческий песок с наших греческих пляжей, я выйду из НАТО и вступлю к хорватам. Дания заявляет, если Греция, в свою очередь, выйдет из НАТО, я перестану подавлять туда поставки свежего природного льда из Гренландии. А в это же время армянские бизнесмены выходят на связь с немецким канцлером. Я хочу обратиться к Германии по поводу скупки старых Мерседесов 190Е, разбитых в Куамину. Мы их будем пересобирать и продавать. Также Ирак захватывает Кувей. Индия захватила Бангладеш, Тайланд начиная наступление на Камбоджу, а Турция заявляет о поддержке Саддама Хусейна и наносит удар по Сирии. В ответ на это Иран собирается напасть на Ирак, и страны НАТО интересуются зачем. А, ну все просто. Раньше в Иране был очень сильный флот. Как вы можете заметить, его сейчас нет. По нашему... По нашему... По нашему... По нашему... Он был уничтожен спецслужбами иракского государства. И в это же время приходят новости с НАТО. На меня оправдывает цель войны Белорусская Советская Социалистическая Республика. И только Америка пыталась успокоить Иран, как тут французские дипломаты объяснили причину нападения Турции на Сирию. Уважаемый Иран, я попрошу вас не забывать опыт древних персов, который... В общем, Турция напала на Сирию, я с ним поговорил по поводу причины. Турции узнали, что сирийцы мусульмане. И пока Горбачев думал защищать Сирию или нет... У меня вопрос. ...советские республики уже готовы встать на защиту. Мы хотим это сделать, чтобы... Подождите, дайте, дайте... А афганская авиация вылетает в Сирию. Мы хотим это сделать, чтобы... И вот турецкие дивизии выходят на Дамаск. Югославия начинает военную операцию против Словении. И прямо сейчас развернулись тяжелейшие бои около сирийской столицы. Также афганские пилоты не долетели до Сирии и запросили помощь. Я застрял в Герачи. Посидеть на леды, воды. Югославия захватила Словению. Эфиопа начали наступление на Сомали. А между итальянцами и албанцами прямо сейчас может начаться война. Албанцы попытались украсть итальянский патет на пиццу. И американский дипломат пытается успокоить итальянца. Ну, по сути, давайте я еще не договорил. Вы можете авторское право сделать на присвоение пиццы продавать. Давайте тогда. Смотрите, мы тогда переговорим с албанцами и с исландцами. Давайте только не будем предпринимать каких-то военных действий. Советские дивизии перекидываются в Афганистан. Китайцы вместе с индусами нанесли удар по Пакистану и Мьянме. Австралийцы захватывают своих соседей. И турки продолжают наступление на Сирию. Поэтому республики Советского Союза решили не ждать и объявить войну туркам. Но сразу же из альянса Советов вышли в Польшу, Румынию и Чехословакию. Они перешли в НАТО. Республикам это не понравилось, и Украина обратилась к НАТО. Рональд Рейган, у нас куча пиздец. Насчет учета пиздец, мы еще определимся. Нет, нужно немедленно, блять, перейти в отдельный канал. А кто говорит? В вице-президент. Так, вице-египет, мы с вами можем пойти? Ахуя нам Египет? Да у нас, когда нам, блять, хохлы предъявляют претензии. И неожиданно происходит восстание коммунистов в Германии. Войска ГТР почему-то появляются в Польше, начиная наступление на запад Германии. Но в это же время все генералы ОВД отмечают победу в Афганистане. Страны НАТО начали наступление на ГДР. Германия быстро падает, и из Советского Союза приходят срочные новости. Маршал Язу сбежал из дома престарелых, и теперь Советы воюют с НАТО. И в НАТО ничего не понимают. Какой же он мягкотелый, бесполезный. Блять, ебанники стянули все нахуй. Приказ от Ролана до Рейгана, это прекратить военные действия на неопределенный срок по всему фронту, Советским Союзом и ОВД. Я напоминаю, что НАТО является оплотом безопасности по всему миру. И кто не будет подчиняться приказам главы этого альянса, будет нахуй исключен и просен на произвол судьбы СССР. Нахер нужен такой ленск, когда нам есть пола, шутка везер, какие-то... И пока в мире происходит не пойми что... О, эстероид планы. Планируется создать очень много нефти. И вот только Советы доверили болгарам наконец-то важную роль, они должны были оттягивать на себя войска румынов и греков. Как вдруг они забывают про румынов и те им берут половину страны. И в Советском Генштабе дурдом. И вот в войну вступает Австрия и Венгрия, это хорошая возможность быстро захватить Чехословакию, и в это же время Франция попыталась провести переговоры с Советами. Француз, иди глядь свои ебаные батоны, иди во Францию, в Париж, блядь. И вот Венгрия прорывает чешскую оборону, неожиданно к ней в столицу высаживаются итальянцы. В Венгрии капитулировала Австрия, отрезан от войск Советов и ей на столицу падает ядерная бомба. НАТОвцы сильно откинули Советов в Европе, приходят новости из Болгарии. А мне ядерка херанули! И мы решили отправить афганского репортера в Болгарию. И зачем-то шведы вступили в войну на стороне Советов. И наконец-то Генштаб разработал план по захвату НАТО. Все этого ждали, и скоро будет нанесен серьезный удар. И Совета начинает наступление на Кишинев. И вот украинские танки пробиваются через реку, но армянские дивизии съедают все снабжение, приходится отсюда отступить. Югославия начала разваливаться, китайцы обили войну, американцы высадились в Мексике. И после провального наступления в Молдавии в Советском Генштабе начался конфликт. И в Москве внезапно появляется популярный политик Ельцин, который является сторонником мира, и он идет на переговоры с НАТО. Значит, Швецию и Финляндию мы оставляем в их исторических границах. Довоенных. Довоенных. И заставляем еще их отказаться от претензий на всех соседей. Все верно. Россия выходит из Альянса Советов на Республике за продолжение войны. Часть населения России тоже. Политики не могут между собой договориться, и идет попытка военного переворота. Ельцин вместе со своими сторонниками занимает Юг Россия, Советы удерживают Север. И бои между НАТО и УВД шли еще очень долго. Советы пытались наступать на Ельцин, украинцы ввели оборону Киева, китайцы наступали в Америке. Но постепенно от войны не было никакого смысла, и странно наконец-то решили пойти на перемирие. Вот такой у нас получился мир, ну а на это все. А я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком, а канал подпиской. Также не забывайте писать свои дили-отчеренджи в комментарии. Спасибо.